Так, презентацию видно, да? Смотрите, сейчас я вот листаю страницы, вам видно, как они листаются? Видно, отлично. Так, поехали. Значит, вот такие вот волны бывают, я уже проговорил. Вот аппарат литотриптор, который разбивает камни в почках. Вот человек лежит и ему бьют. Вот так выглядит сам аппарат, вот в правом нижнем углу. Он убирает эндепатии, кальцификаты, артроз и хроническую боль. Значит, вот нарисована схема работы пневматической радиальной волны. И вот четыре вида фокусированной волны. Электрогидравлическая, пьезоэлектрическая, электромагнитная, электроакустическая. Я просто вывел в ФБС окно презентации, а потом переключился вот в этот широкий формат. И оно в ФБС надо было выбрать. Ну, в общем, все, я понял, разобрался. Значит, вот так выглядит радиальная волна, которая есть в нашей клинике. Это радиалка, тут все просто. По вот этому кабелю подается сжатый воздух под давлением. То есть, у аппарата есть нагнетатель воздуха, компрессор. Внутри стальной трубки летает баек. Передает удар по датчику аппликатора. И этот датчик бьет по тканям, ну, довольно сильно бьет, травмирует и мягкие ткани, кожу и так далее. А фокусированная ударная волна, я испытал на себе, работает гораздо мягче. И она не травмирует мягкие ткани, она может концентрироваться на глубине. Так, вы, если что не так, сразу пишите. И вот на этом рисунке показан аппликатор именно фокусированной ударной волны. И по этому кабелю идет теперь не воздух, а, значит, электричество. Это кабель высокого напряжения. Значит, это пьезоэлектрический у нас аппарат. Вот это пьезоэлектрический кристалл, который передает сигнал через электроакустическую линзу специальную. И эти линзы бывают разные. Так, видно хорошо. Поехали дальше. И вот на этом рисунке мы четко видим разницу между радиальной волной, что она вот так вот рассеивается в мягких тканях и сильно глубоко не доходит. А фокусированная волна вот слева, она может, в принципе, пробить всю ногу до кости, даже если сильно поставить мощность и насквозь, если это худая нога. Значит, терапевтические эффекты. Мышечное расслабление достигается сразу же после первого сеанса. Устранение кальцификатов. Дальше вы увидите рентгены до и после. Облегчает боль и регенерация тканей происходит. Клинические данные. Но это для врачей. Механобиология. Ударные волны распространяются через ткани и достигают поврежденной области. Второе. Ударные волны вызывают стимуляцию клеток и высвобождают фактор роста. Клетки разрастаются и дифференцируются. Это приводит к регенерации ткани. Регенерация тканей происходит за счет такого процесса под названием неоваскурализация. Что это такое? Это вырастают новые сосуды. Стимуляция поврежденной ткани высвобождает факторы роста, ответственные за неоваскурализацию. Это ведет к прорастанию новых сосудов, улучшению кровоснабжения, восстановлению тканей. Но здесь вы вверху видите реальную картинку сосудистой сетки до и сосудистой сетки после процедур. Ну и ссылочки тут на исследование есть. Восстановление сухожилий. На рисуночке сверху вы видите в сухожилии вот такую спайку. То есть это и есть тендиноз, тендипатия, тендинит. То есть это все идет через воспалительный процесс, естественно. При помощи фокусной волны можно провести стимуляцию поврежденного сухожилия, что приведет к высвобождению фактора роста и происходит стимуляция процесса пролиферации фибробластов. Простым языком фибробласты делятся, вырастают новые ткани, и это приводит к повышению синтеза коллагена и ускорению ренерации сухожилий. Если мы будем совмещать данную терапию еще и с лазеротерапией, то эффект увеличится в раз 5-10. Так, дальше. И вот уже пошли снимочки. Пошли интересные вещи. Сращение перелома. А на верхнем снимочке вы видите перелом. Какой тут костя, ну кто скажет, напишите. Так, значит, локтевая, лучевая, вот. Значит, стимулирует срастание перелома, высвобождая костный морфогенетический белок. Вот вы видите перелом, и после процедур вот зажила вот эта вот кость. Вот перелом. Не знаю, видно вам моя мышка. Напишите. Курсор мышки моей виден вам? Наверное, не виден. Это ведет к дифференцовке мезонхимальных клеток к остеогенезу. Так, поехали дальше. Механизм. Устранение кальцификатов. Механизм. Стимуляция ткани запускает рост новых лимфатических сосудов. Сосуды помогают реабсорбировать отложение кальция в тканях. И вы видите прекрасный результат лизиса здоровенного кальцификата в плече. Смотрите, вот на этом рисуночке слева. Какой он здоровый. И вот здесь на повторном рентгене его нет. Ребят, это не фотошоп. Это реальные исследования были. Это реалии. Так оно и есть. Тут никто обманывать не будет. Потому что слишком дорого стоит репутация компании. Так, поехали дальше. Схема клеточной стимуляции. Энергия ударной волны. Клеточная стимуляция. Фактор роста лимфатических сосудов. Факторы роста костей. Факторы роста неоваскрулизации. Синтез коллагена. Устранение кальцификатов. Восстановление костей. Улучшение кровообращения. Восстановление сухожилий. Ну круто, ребят. Подключаем к этой схеме еще лазер и плазму. И получаем вообще сногсшибательные эффекты. Такого эффекта мы руками никогда не добьемся. Механизм облегчения боли идет через систему воротного контроля боли. Но кто не знает, у нас в спинном мозге есть восходящие пути и нисходящие, которые толкают импульсы по афферентным и эфферентным нервным волокнам. И ударная волна механически стимулирует толстые нервные волокна. Толстые нервные волокна блокируют боль в спинальных воротах. И вот вы видите, где это происходит. Вот здесь происходит блокирование болевого сигнала. То есть импульс есть, но ворота закрылись и не пропускают его. Облегчение боли. Регуляция вещества P. Pain. Боль. Переводится с английского. Вещество Pain является медиатором, ответственным за передачу боли. Ударные волны снижают уровень его содержания. Это приводит к длительному облегчению боли. Ребят, ну это вообще круто. Это просто круто. Фоткайте ссылочку внизу на исследование. Такие вещи вообще, ну они стоят Нобеля, Нобельской премии. Это, ну очень серьезно. Рассобление мышц. Тугоподвижность и боль в мышцах. Вот вам как хорошо убирать миофасциальный болевой синдром. Просто, очень легко. Механическая стимуляция уменьшает тугоподвижность мышц. Это ведет к усилению кровообращения, уменьшению локальной ишемии, нарушению мышечно-болевого цикла. И вы видите здесь внизу две картиночки. Вы видите, что вот здесь вот в волокнах мышц находятся вот такие вот патологические образования. И после стимуляции мышечных волокон этой ударной волной они просто уходят. Это факт. Так, поехали дальше. Тема механической стимуляции. Энергия ударной волны, механическая стимуляция, регуляция вещества П, механизм воротного контроля, улучшение кровоснабжения. То есть, что это значит? После этой механической стимуляции регулируется выработка вещества П, просто его становится меньше, боль становится меньше. Механизм воротного контроля закрывает ворота боли и боль уменьшается, улучшается кровообращение, что приводит к расслаблению мышц, к немедленному обезболиванию и длительное обезболивание за счет регулировки вещества П. Руководство по терапии. Но это уже для врачей. Что определяет терапевтические эффекты? Интенсивность, количество ударных импульсов, частота, глубина проникновения, фокальная зона. Возможно, мы это все не будем проходить, потому что если у вас нет аппарата, то вам как бы это сейчас не сильно нужно. Почему важна интенсивность? Интенсивность определяется количеством энергии, доставляемым каждым ударным импульсом. Для ФСВТ интенсивность выражается плотностью потока энергии, выражается в миллиджоулях на квадратный миллиметр. Для РСВТ радиальной волны интенсивность определяется и выражается в барах. Вот, да, у меня аппарат настраивается в барах, а здесь именно в джоулях, да, в миллиджоулях. А параметры интенсивности колеблется от 0,01 миллиджоуля до 0,65 миллиджоуля. Ну, значит, 65 миллиджоулей – это глубина проникновения 65 миллиметров. И вот смотрите, разное количество джоулей для разного лечения. То есть минимальное количество джоулей – это дерматология и подострые проблемы. Чуть больше дали – это хронические тендепатии, проблемы с мышцами, еще больше – хронические кальцификаты, еще больше – хронические проблемы с костями. То есть, ну, мы в среднем будем работать вот в диапазоне где-то 0,30-0,40 миллиджоулей. Значит, почему важно количество ударных импульсов? Потому что от него зависит общее количество энергии, доставляемой в ткани во время терапии. При ФСВТ требуется в среднем 1000-3000 ударов, при радиальной СВТ требуется 4-6 тысяч импульсов. Ну, истинная правда. Вот я сейчас своим радиальным аппаратом работаю в этих пределах. Где-то 4-6 тысяч ударов я трачу на лечение одной проблемной зоны. А фокусированная ударная волна справляется с той же самой проблемой за меньшее количество импульсов. И это экономит время и оператора, и пациента. Поэтому это круто. Почему важна частота? Частота определяется количеством импульсов каждую секунду доставляемых тканей. Частота измеряется в герцах. Разные частоты вызывают различные терапевтические реакции. Но давайте посмотрим. 5 Гц – это будет регенерация тканей. Чуть больше 7 – устранение кальцификатов. 10 Гц – это расслабление мышц. И где-то 16-17 Гц – облегчение боли. Ну, это как вибратор, да. То есть 10 Гц – это такая частота быстрая. Ду-ду-ду-ду-ду. И идет такая вибрация сильная. Мышцы расслабляются. Любой вибратор на этом работает. Почему важна глубина проникновения? Чем больше глубина проникновения, тем легче проходить лечение глубоких структур. Фокус позволяет регулировать глубину проникновения благодаря специальным гелевым подушечкам. Глубина проникновения РСВТ является органической. Максимальная интенсивность, минимальная интенсивность. Это что? Не понял. Это слайд с радиальной волной. А, а вот фокусированная волна. И вот эти подушечки гелевые. Смотрите, есть вот такая вот трапеция. Это глубина проникновения 35 мм. А такая вот, как подушечка, трапеция только такая, чуть тоньше и шире. Это 15-50 мм. И плоская – это глубина проникновения будет 30-65 мм. Вот такая плоская. Мы, когда с Олегом в Киеве были, мы работали себе по шее, вот этой подушечкой. Потому что для шеи как раз 35 мм глубины хватит с головой. Почему важна фокальная зона? Это область воздействия максимальной интенсивности. Размер данной зоны влияет на способность ударной волны покрыть обрабатываемую область. Практический подход. Ну, здесь уже пошли протоколы. Вот, мы их будем пропускать. Значит, как часто надо делать? На обработанную область не воздействовать в течение 48 часов. То есть, если мы поработали по зоне, через двое суток мы можем делать следующую процедуру. Провести мягкую реабилитацию. Противопоказания. Применение картикостероидов в области воздействия. Импланты электронные и металлические. Зона роста костей. То есть, не бьем детям по зонам роста костей. Да, вот по эпифизам. Органы, содержащие газ. То есть, по легким не бьем. Не бьем по сердцу. А при онкологии не бьем по голове. Ну, тут написано шея. Но по шее можно бить. Область позвоночника. На самом деле, по позвоночнику тоже можно бить. То есть, есть специальные руководства, где мы можем шею обрабатывать и сам позвоночник. Применение фокусированной ударной волны. Ну, это уже чисто такое, практическое. Выберите подушку, нанесите гель, нанесите гель на зону терапии и начните терапию. Сначала используйте вращательную технику. Потом продолжайте технику рисования. Вот. Терапевтические рекомендации. Ну, это вот зоны, куда надо воздействовать. Вот это поте гамстрингов. Да, тут сколько надо выставить джоулей, частоту, количество импульсов, сеансов и сколько раз в неделю. Один раз в неделю, да. Кальцификаты в плече. Вот такие настройки. Псевдоартрозы. Вот такие. Ну, это протокол уже для врачей. Это радиальная волна, да. Ну, это сюда ее поставили специально для того, чтобы сравнить технику. Вот. Значит, это... Это запатендованная электроакустическая технология, разработанная для обеспечения идеального баланса между наилучшими терапевтическими параметрами и максимальным сроком службы. Ребят, сейчас еще чуть-чуть и будем вопросики задавать. В чем секрет? Секрет электроакустической технологии BTL заключается в параметрах. Большая фокальная зона позволяет легко покрыть терапевтическую область. И на этой фотографии вы видите вот эту плоскую гелевую подушечку, силиконовую подушечку, которая позволяет сделать удар на максимальную глубину 65-70 мм. Высокая плотность потока энергии позволяет воздействовать на различные ткани. Мощность интеллектуальной возможности. Наибольший срок эксплуатации на рынке аппаратов ФСТ. Минимум 3 млн ударных импульсов на аппликатор. 100% интенсивность в течение всего срока службы. Единственный аппарат, оснащенный системой контроля качества ударных импульсов. Постоянный мониторинг интенсивности ударных импульсов. Вы видите, что на рукоятке аппликатора встроен ЖК-сенсорный дисплей, на котором мы видим количество ударов, частоту и мощность. И можно плюсиком-минусиком регулировать. А три параллельных вот этих стрелочки мы можем заходить в меню. Ну, сам аппликатор из чего состоит. Вот как выглядит аппарат. Срок службы аппликатора минимум 3 млн ударных импульсов. Ну, может и больше, смотря как ухаживать и на какой мощности работать. Вот. Это уже для тех, кто будет покупать. Это радиальная волна. Вот такой у нас аппарат есть. Он уже в нашей клинике больше двух лет. Хорошо себя зарекомендовал. Ни разу не ломался. Все хорошо. Вот. Его мы пропускаем. Как бы. Они бывают трех видов. БТЛ 5000. 6000 топлайн. И 6000 изи. Тут разница в мониторах и в самой конструкции. Позиционирование. Новая формула для лечения хронической боли. Почему показывают в этой презентации два аппарата? Потому, что компания БТЛ разработала протоколы, по которым сначала надо поработать фокусной волной зону, а потом радиальной. Представляете? Я вот такого не знал, но есть рекомендованные протоколы компании, есть специальный список. Это вообще будет круто. Представляете? Одну зону проработать двумя разными аппаратами. Я лично пока не прошел обучение, я даже не знал этого. Но, естественно, как я могу знать, аппарат фокусной волны новый. Он только появился в этом году в компании БТЛ. И то карантин задушил его продажи. Естественно, бизнес в стране лег. Ну, как во всем мире, во всей Европе. Сейчас, может, тут будут протоколы. Ну, тут, что надо чистить, написано. Ага, и вот, значит, данные клинических исследований. Участники 126 пациентов псевдоартрозами. Цель сравнить эффект от операции и фокусированной ударной волны при гипертрофированном псевдоартрозе длинных трубчатых костей. Методы ФСВТ по сравнению с хирургическим вмешательством. Методы оценки. Рентгеновские снимки. Результаты ФСВТ так же эффективны, как и операции. Согласно данным, после 3 и 12 месяцев наблюдения. Это результаты у нас в диаграммах. Вверху ссылочки на исследования можете зафоткать экран. Журнал хирургии костей и суставов за 11 год. Современные научные доказательные данные лечения патологии плеча. Пациенты с кальцификатами в области плеча. Реабсорбция кальцификатов. Методы 1-3 терапии. Методы оценки. Рентгеновские снимки. Ё-моё, полная реабсорбция через 1-3 месяца после сеанса лечения. То есть смотрите, 3 сеанса фокусированной ударной волны. И вот такой здоровенный кальцификат, он через 3 месяца растворяется. И такой здоровенный. Ребята, международный журнал хирургии. Британская больница Буэнос-Айреса, Аргентина, Чили. Кельтский университет, Германия. Ну это круто, ребят. Это мы спасаем людей от операции. Если честно, у меня была женщина вот с подобным кальцификатом в плече. Она пришла где-то год назад на радиальную волну. Я её сразу предупредил, что радиальное разбить его невозможно. Мы можем только облегчить боль, улучшить кровообращение. Но она походила на пару сеансов, стало легче и ушла. А этот аппарат может разбивать, представляете? Ну это вообще просто. Это репин, умноженная на миллион в квадрате. Репин. В общем, применение ударно-волновой терапии у беганов при хроническом имплантарном фасоите. Тоже 6 сеансов и значительное уменьшение боли сохранялось в течение 3 месяцев. Так, вот контрольная диаграмма, да? Это сразу же и через 3 месяца. Тёмно-синим выделены, которые проходили, фокусированную, а голубеньким, которые не проходили. Да, результаты превышают более чем в 2 раза. Так, экстраударная волновая терапия стимулирует клеточную профилюрацию синтез коллагена, образцы, на которых один раз применялось в СТ по сравнению со образцами без применения. То есть, один сеанс был. Цель – измерить количество коллагена синтезировано в теноцитах. Результаты. ФСВТ сильно стимулирует производство коллагена в пробирке. Угу. Тёмно-синим опять ФСВТ. Голубеньким контроль. Но ФСВТ тут зашкаливает разница. Через 12 дней – 210 по сравнению с контрольной группой – 52. Это вообще круто. Для лечения хронического кальцификирующего тенденита вращательной мажеты. Угу. Ну вот я свой эпикандилит вылечил за одну процедуру. Раньше я не мог вылечить его ничем. А вот этим аппаратом просто раз и всё убрал. Снижение отложения кальция – тоже шикарные результаты. Просто шикарные. И вы посмотрите, что даже замерили, сколько милиджоулей применять. И вот лучше работает 0,32 милиджоуля, чем 0,08. Ну понятно, чем больше энергии, тем лучше эффект. Уменьшение боли. Угу. Так. При лечении локтя теннисиста. Три сеанса ФСВТ по сравнению с тремя сеансами радиальной волны. Давайте посмотрим. Угу. Интересно, интересно. Поначалу выиграют ФСВТ. А в прогнозе через 12 дней, или я не так понял диаграмму, выиграют радиальная волна. Интересно. Экстракарпальная ударная волна при лечении хронического плантара. 4 сеанса. Боль при ежедневной активности. Вообще интересно. Ребят, ну тут куча исследований. Я не знаю, стоит ли их все рассматривать. Может, лучше я поотвечаю на вопросы. И сейчас, спасибо за внимание, хочу вам показать другой экранчик. Экранчик. Так, сейчас. Сейчас, ребят, я хочу показать наш сайт. Экран. И на нашем сайте, на моем сайте, есть подробная статья про фокусированную ударную волну. Сейчас я попробую подключиться. Сейчас вы должны видеть меня, да? Вы меня уже видите, камеру. Так. И сейчас я подключу браузер. Так, браузер. Сейчас я окно надо вставить. Сейчас я вам покажу наш сайт. Подключу к браузеру. Надо было раньше сделать, но не всегда все получается. Так, вы видите, браузер нет. Да, по-моему, увидели. Ну вот, статья. Так, он не хочет работать на, наверное, захват экрана. Тык. Вот на нашем сайте, в методах лечения, вот, сейчас вы должны видеть, сейчас я. Видите вы, да, экран? Сайт, видите? Есть, да? Вот. Если вы зайдете на наш сайт, сайт клиники MRCatlan.com, вот здесь вот фокусированная ударная волна. Есть тоже хорошая статья, которую я написал. Есть ролик вот такой, как выглядит аппарат. Есть. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И вот видео, где я показываю, как я себе вылечил эпиконделит, латеральный эпиконделит. Можно увидеть, как я лично на себе работал. Это было когда... Я не помню, когда... В апреле... Может... Может... Не помню, когда... Там... По видео надо посмотреть. Ну, в общем, после этого сеанса я стал подтягиваться без боли. А болели локти у меня 10 дней. Ой, 10 лет. И я порвал их штангой на тренировках. В общем, кому будет интересно, зайдете на эту страничку, посмотрите. Есть на моем ютубе этот ролик.